Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня случилось быть 15 числу месяца Шват, праздник Туби-Шват, Новый год деревьев. Ну, поскольку моя задача это не входит, я не буду много вам рассказывать о значении этого праздника. Это, в общем-то, праздник как бы третьей очереди. Сначала идут праздники из Торы, потом идут праздники, установленные нашими мудрецами Ханукой Пурим. Вот. И только после этого идут вот такие вот даты, скажем, которые, в общем-то, и праздниками назвать трудно. Вот. Но мы с вами разберем одну фразу. Я изменю своим привычкам, и я сразу переметнусь в конец Торы, в книгу Дворим. Вот. Мы посмотрим фразу, которую, ну, лично я связываю вот с этим праздником в первую очередь. Потом я собираюсь дать для группы А две новых буквы. Должен вам сказать, что непройденных букв осталось очень мало. И с Божьей помощью я надеюсь, что с группой А мы закончим изучение букв буквально вот через пару занятий. И сможем их присоединить к группе Б. Вот. А далее в группе Б мы рассмотрим достаточно интересную тему на материале недельной главы, которую мы читали вчера, в субботу. Парашат Башаллах. Башаллах. Так. Итак, прежде всего, дата это 15-е число месяца Швата называется Новый год деревьев. И была она установлена в эпоху Мишны для сугубо практической цели, а логической цели определить, когда заканчивается урожай одного года и начинается урожай другого года. Ибо, если ты выращиваешь какой-то определенный плод и нет у него четко выраженного урожая, допустим, все плоды поспевают летом, да, вот, то нужно такое разделение, чтобы не допустить отделение десятины плодов одного года плодами другого года. Ты не можешь сказать, вот я за прошлый год должен 20 килограммов, и за этот год я тоже буду должен 20 килограммов, так давайте я чуть попозже заплачу сразу 40 килограммов из плодов этого года. Так делать нельзя, поэтому нужна определенная дата. И, значит, праздник этот связывают с тем, что дает человеку дерево, а дерево, прежде всего, дает плод, плод, который... И об этом говорится в пяти книжах, в книге Дворим, Пэрек, Хэт и Пасук, Хэт, то есть восьмая глава и восьмой, соответственно, стих. Сейчас я открою вам, и мы с вами прочитаем его. Вот, Дворим, Хэт, Хэт. Так, вот так. Видно на экране, да? Или видно меня? Нет, видно, видно. Вот, значит, говорится здесь о плодах, которыми славится земля Израиля. Земля Эрец, вот, она встречается в этой фразе два раза, я выделил красным, да? И что же тут написано? Эрец хита у сеора вегефен у тэйна вэримон эрец зэйд шэмен удваш. Разберем. Страна, ну, должен вам сказать, что все, все, абсолютно все слова существительные, да? Как существительные соединяются между собой? Я вам давал примеры того, как существительные выступают в роли прилагательного. Например, мы по-русски говорим «одежный шкаф», а на иврите мы говорим «шкаф одежды», то есть шкаф для одежды, да? Шкаф предназначенный для одежды или шкаф посвященный одежде, одежде. Вот, здесь сказано «земля пшеницы», хита – это пшеница, да? У сеора, сеора – это ячмень. Итак, здесь перечисляется семь плодов земли Израиля, которыми она гордится. И из этих семи плодов два первых – это злаки, пшеница и ячмень. Ну, давайте здесь остановимся, я скажу чуть поподробнее. На самом деле мы считаем, что под пшеницей и ячмень имеются в виду пять злаков, ибо разновидностью пшеницы хита считается еще и рожь, которая называется… которая называется… Минуточку. Рожь, 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 я забыл. Шифон, шифон. Разновидностью пшеницы считается кусемет – это то, что по-русски называется словом полба. Полба – это разновидность дикой пшеницы. Честно говоря, хотя мне недавно довелось попробовать хлеб из вот этой полбы, ничего особенного он собой, ничего интересного собой не представляет на вкус, но вот со самим словом полба я встречался в двух местах – в еврейской лохе и в сказке о попе, нередом пусть помянут, и работники его балде. Там упоминается этот злак, но полба – это разновидность дикой пшеницы. Итак, хита – это еще и шифон и кусемет. Так, сэора, которая ячмень, из ячменя тоже делают хлеб. В разновидности ее является еще и овес. Овес нынче дорог. Шиболит шуаль, так он называется. Эти пять злаков знаменательны тем, что из них можно делать хлеб, из них можно делать мацу. То есть предполагается, что если перемолоть зерна в муку, размешать с водой, положить без движения в теплое место, то тесто начинает набухать, в нем происходит выделение углекислого газа, и получается хлеб такой, ну, относительно мягкий. Если сейчас вы поставите такой эксперимент, у вас может ничего не выйти, потому что зерна на хранении в элеваторах обрабатываются специально, чтобы они не начинали закисать. Итак, хита и сэора – это два злака. Идем дальше. Гефен, как мы знаем, это виноград. Более точно словом гефен называется виноградная лоза. Сам гефен, сами, извините, ягоды, сам виноград называется анавим, через айн, да? Вот, а слово гефен мы говорим в благословении на вино и виноградный сок, борой приа гефен. Теперь тээна – это инжир. Инжир, она же фига. Римон, как вы знаете, это гранат. Дальше. Вторая часть этой фразы. Ну, тут поставлена точка с запятой, но мы с вами знаем, что в свитке Торы никаких знаков пунктуации нет. Второе раз это слово эрец. Дальше. Зэйд. Зэйд и зэйд – это масли. Зэйд – шэмен. Словом шэмен называется любой жидкий жир, то есть масло, да? В отличие от сливочного масла, которое называется хэма-а, любое масло, скажем, соевое, как называется, кукурузное, пальмовое, ореховое, ну и, естественно, как квинтэссенция всякого масла, это масло оливковое, называется словом шэмен. Зэйд шэмен – это маслины масляной, да? У нас не масло масляное, а маслина масляная, то есть маслины, которые дает шэмен – жидкий жир. И, наконец, слово дваш, которое многим известно как мед. Здесь в этой фразе обозначает финиковый мед, то есть мед не пчелиный, так, а естественный подсластитель сахара во времена Мишны и библейские времена. Сейчас его тоже производят, называется, он, кажется, силан, да, продают его такую темную густую жидкость в баночках. А раньше, за отсутствием сахара рафинада, выжимали сок из фиников и выпаривали его, то есть оставляли его на воздухе, чтобы влага из него испарялась, он становился еще более густым, и вот это использовали в качестве сахара. Итак, мы видим, кроме двух показанных нам злаков, которые предполагают пять злаков, мы видим еще и пять фруктов, пять плодов. Итак, все вместе это называется шива ад хаменим, семь видов. Пять видов злаков называется хамешет миней доган, слово доган – это злаки, а вот эти пять видов фруктов, вот они, давайте мы их еще раз перечислим. Гефен – виноградная лаза, тэйна – инжир, римон – гранат, зэйт – шэмен – маслина, дваш под двашем имеется в виду финики, которые называются темарим, и дерево пальма тоже называется тамар, созвучно женскому имени, которое вошло из иврита и в другие языки. Так, замечательно. Теперь эта фраза, кроме того, что она говорит нам, какие виды фруктов, какие виды, извините, какие виды плодов считаются почетными для земли Израиля, она еще устанавливает их порядок. Итак, не буду ничего рассказывать про обычаи празднования вот этого дня Тубишват, они разнообразны, и о них вы можете послушать лекции и почитать в интернете. Вот, но скажу, скажу, что на основании, вот, в частности, этой фразы, да, мы устанавливаем очередность благословений. Какие есть благословения? Я, кроме благословения на трапезу, которое мы говорим на хлеб, у нас есть ровно пять благословений на все другие продукты. Благословение мезонот относится к тому, что делается из муки, а если более точно, то из муки пяти видов, которые показаны здесь в виде двух видов, да, скажем, из кукурузной муки или из рисовой муки, тоже можно сделать что-то вкусное, но это уже не будет считаться мезонот. Благословение там будет иное. Ну, рис благословляет мезонот, но на это есть особый резон. Мезонот – это изделия мучные, как правило, из пшеничной муки, которые не являются хлебом. Так. Дальше благословение гефен относится к вину и виноградному соку. Эц, что означает дерево. Борей пригаэц мы говорим на плод, который вырос на дереве. А дома мы говорим на овощи и всякую травку. То, что выросло на земле без дерева. И, наконец, все остальное мы благословляем. Мясо, рыба, яйца, молоко, сыр. Всевозможные продукты, которые делаются синтетическим путем. Скажем, Кока-Кола. Вот, химическим путем и так далее. Это шерколь. Так вот, эти благословения, если мы собираемся есть несколько разных видов, не в трапезе, потому что в трапезе мы говорим благословение эмоций, и оно покрывает уже все, что мы собираемся есть с хлебом. Но если отдельно, без хлеба, мы едим все пять или какие-то из этих пяти видов, порядок благословений, можно запомнить повод такой мнемонической фразе. Мага-эш. Мага – это касание, прикосновение. Эш – это огонь. Мага-эш – это порядок благословений. Мем – это мезонот, гиммэл – это гефен, айн – это аец, алев – адама и шин – шегаколь. Мага-эш – это благословений. К примеру, если я собираюсь съесть, например, яблоко и морковку, так, то сначала я должен сказать благословение на яблоко при гаэц, а потом благословение на морковку адама. Я сейчас собираюсь съесть печенье с кока-колой, я говорю сначала благословение мезонот, и должен маленький кусочек этого печенья съесть, а потом сказать благословение шегаколь, и тогда уже запить съеденное колой. Ну, на самом деле, конечно, гораздо важнее помнить, что надо говорить благословения, и какие благословения, нежели помнить их порядок, но и порядок их тоже важен. Теперь, что касается вот этих слов «хита» и «сэура», что делается из пшеницы и ячменя, из вообще злаков? Хлеб и мезонот, то, что мы называем мезонот. Когда мы уже сказали благословение «мезонот» и съели, допустим, спагетти, в отношении «гефена» понятно, мы говорим «благословение буре приа гефен» на вино и виноградный сок, «благословение приаэц» мы говорим на плод, выросший на дереве, яблоко, апельсин, но, кроме того, и вот те плоды, которые у нас перечислены дальше. Так вот, если у нас присутствует какой-то из вот этих видов, мы должны сказать благословение на него, точнее, благословение говорится в отношении всех фруктов, которые мы собираемся съесть за данный прием пищи, но мы же не можем сразу откусить от всех. Поэтому говорится благословение, и мы пробуем какой-то плод. Так вот, желательно, чтобы, если имеется среди плодов дерева один какой-то вид из вот этих пяти, сказать благословение на него и попробовать его. Теперь, внутри вот этих пяти видов, да, тоже есть определенная иерархия, определена она по близости этого фрукта к слову «эрец». Вот слово «эрец», первое, в первой части слова. Ближайшим к ним идет слово «хита» – пшеница. После этого идет на втором месте слово «сеура» – ячмень. А на третьем месте идет «гефен», да, «гефен» – виноградная лоза дает нам не только вино и сок, да, и, кстати говоря, бренди. Нет, да-да-да-да-да-да, бренди, то, что в России принято называть коньяком, так, но и дает виноград и изюм, да. Так вот, стоит на третьем месте виноград, на четвертом месте инжир, на пятом месте стоит ремонт, гранат, так, затем идет вторая часть фразы, здесь снова идет слово «эрец», и ближайшим к нему, то есть на первом месте идет «заид», «заид шемен», и на втором месте идет «дваш». Итак, если на нашем столе присутствует все пять из этих видов, да, из фруктов, то благословение мы говорим на «заид», на «маслину», если «маслины» нет, поговорим мы благословение на «финик», «тамар», который здесь назван словом «дваш». Да, а если у нас есть и то, и другое, то в Тубешват мы должны попробовать их, ну, желательно, скажем, не обязательно мы, имеем шанс вот для пущей торжественности попробовать их по порядку, то есть сначала маслину, потом финик, а потом то, что идет на третьем месте, гефен, это виноград или изюм, вот после этого инжир, и после этого римон, вот такой у нас порядок. И чтобы еще пару слов сказать об этой теме, я покажу вам вот такой вот интересный плод. Вот, в сути, это что? Стручок наподобие стручка акации или наподобие стручка гороха. Он высохший такой, да. Этот плод называется Харувим. А, это рожкового дерева. Совершенно верно, по-русски это плод рожкового дерева, а на идиш он называется бокстер. Это, значит, это плод, ну, я ничего не могу сказать о его вкусе и пищевой ценности, точнее нет, вкус у него такой сладковатый. Я знаю, что из размолотых вот таких стручков делают заменитель какао низкокалорийный. Так? Если его долго жевать, во рту действительно становится сладко. И съедобной является именно вот внешняя часть этого стручка, а внутри семена, семена несъедобные. Но семена полезны тем, что все семена стручкового, вот этого рожкового дерева, все они весят одинаково. То есть, когда они созревают, они имеют одинаковый вес. И вес одного зернышка равен ровно одному карату. То есть, очевидно, драгоценные камни, а может быть и золото, взвешивали, используя в качестве гирек, семена вот этого рожкового дерева. Именно вот такими рожками питался кто? Раби Шимон Бар-Юхай, когда он скрывался в пещере. И благодаря этому он написал книгу Зохар. Поэтому, если вы увлекаетесь кабалой, то милости просим на такую любопытную диету. Наверное, это вам должно помочь. Так, мы разобрали с вами одну фразу Торы. Разобрали ее грамматически, но более по смыслу. Слово Эрец – это страна. Хита – пшеница. Сеора – ячмень. Гефен – виноградная лоза. Тейна – это плод инжира. Римон – это плод граната. Эрец – снова страна. Зейд Шемен – маслины, дающие масло. У дваш, под словом дваш, имеется в виду финиковый грим. Так. Теперь расскажу вам немного про буквы. Буквы сегодня мы с группой А разберем такие буквы АРЭЙШ, так, буква ФЭЙ и буква ФЭЙСОФИТ. Так. Буква АРЭЙШ, которую обычно, когда я даю алфавит весь сразу, я рассказываю о ней самой первой. Буква АРЭЙШ интересна тем, что по ней можно с достаточной вероятностью определить, откуда родом говорящий. У русских Р – раскатистая. У испаноязычных, то есть тех, кто говорит на испанском или португальском, АРЭЙШ еще более звонкий. Вот у урожденных израильтян РЭЙШ, он немножечко, как бы мы сказали, кортавый, но относительно французского Р, Р, так, и американского, его называют еще английским, Р, РЭЙШ, Р. Вот. Я говорить не буду, все, наверное, понимают, о чем идет речь. Буква РЭЙШ всегда пишется вот так. Да? Еще она интересна тем, что она ведет себя как гортанная в отношении Дагеша. В букве РЭЙШ Дагеш не встречается. Возможно, звук РЭЙШ раньше он был каким-то более гортанным, но в любом случае, да, в каких буквах не бывает Дагеша, в гортанных мы называли их четыре буквы и в РЭЙШ. Перечислим их АЛЕФ, ГЕЙ, ХЭТ, АЙН и, естественно, РЭЙШ. Так, буква РЭЙШ встречается довольно часто. Вот я начал вам выделять слова с буквы РЭЙШ, но даже не дошел до конца этого небольшого отрывка. ВАЙЕГИМ БЕШЕЛАХ ПАР-О. Вот это РЭЙШ. РЭЙШ. ПАР-О. Это АМ. ВЛО НАХАН ЭЛУХИМ ДЕРЕХ. Слово ДЕРЕХ означает дорога, путь. Вот она, РЭЙШ. А ПАРО, что означает фараон, да. ДЕРЕХ ЭРЕЦ. ЭРЕЦ – это страна. Путем страны, ПЛЕШТИМ, КИ КАРОВ, ГУ. Слово КАРОВ, БЛИЗОК, тоже есть буква РЭЙШ. КИ АМАР. АМАР – это сказал. АЛ – это словарная форма, поэтому в ней нет ничего лишнего, только три буквы корня. АЛЕФ, МЭМ и РЭЙШ. Вот РЭЙШ последнее. ЭЛУХИМ. ПЕН-ИЕ НАХЭМ ХААМ БИР ОТАМ. БИР ОТАМ – это при виде, при том, что они увидят. О значении вот таких форм мы как раз поговорим сегодня с группой БЭТ. Но в слове БИР ОТАМ я покажу вам корень РЭЙШ, АЛЕФ и буква ЭЙ. КОТОРАЯ здесь меняется на ТАВ. Вот такая у нас грамматика. Корень РАА означает видеть. БИР ОТАМ – это при том, когда они видели. МИЛ ХАМА ВЕ ШАВУ МИЦРАИМА. Слово МИЦРАИМ – ЕГИПЕТ. МИЦРАИМА в ЕГИПЕТ. Тут тоже есть буква РЭЙШ. В АЛЕФ ИЕЛУХИМ – это ГАМ ДЕРЕХ. Слово ДЕРЕХ у нас уже было. ГАМ МИДБАР. МИДБАР – это ПУСТЫНЯ. ЯМ СУФ. ВАХАМУШИМ АЛУБНЫЙ ИСРАЭЛЬ. В слове ИСРАЭЛЬ. В ИСРАЭЛЬ тоже есть буква РЭЙШ. МЕ ЭРЕЦ – слово. ЭРЕЦ у нас уже было. МИЦРАИМ – слово МИЦРАИМ. У нас уже было и так далее. Буква РЭЙШ – «Прошу любить и жаловать». Вот она. Буква ПЭЙ – одна из пяти букв, которые имеют софиты. И одна из трех букв, в которых мы обращаем внимание на ДАГЕШ внутри, потому что ДАГЕШ в ней меняет звучание. Если буква ПЭЙ имеет внутри точку, как вот, например, здесь или здесь, так, она называется ПЭЙ и передает звук П. Так. Если же нет этой точки, как вот, например, здесь, то буква называется ФЭЙ и звучит Ф. О, теперь, если буква ПЭЙ стоит последней в слове, она пишется несколько иначе. Это суфитная форма. Вот она. Так. Вот вам слова с этими буквами. ПЛИШТИМ. ПЛИШТИМ – это филистимляне. ПЭН. ПЭН переводится «чтобы не». Дальше. СУФ. ЯМСУФ – это море крайнее. СУФ – это тростник или конец. Собственно, слово СОФИТ – крайний, последний, происходит отсюда. И вот еще одно слово ЙОСЕФ – имя ОСЕФ. Так. И вот слово ПАКОД – ИВКОД. ПАКОД – ИВКОД. Здесь повторение корня. Что такое ПАКОД в данном случае? Это значит «вспомнит». Ну, условно мы можем перевести это так. От этого корня происходит ПАКИД – ПКИДА – служащий, клерк. ЛЕГАФКИД – это, например, вложить деньги на счет. И так далее. Так вот, хочу обратить ваше внимание, что в первом слове буква ФЕЙ имеет Дагеш внутри, а в втором случае буква ФЕЙ не имеет Дагеша внутри. Поэтому здесь мы читаем ПАКОД, а здесь мы читаем ЙОФКОД. Так. Вот еще одно слово – ЛИФНЕЙ ХЕМ – перед ними. А вот слово ЛИФНЕЙ – перед. И то, и другое происходит от слова ПАНИМ. ПАНИМ – это лицо. Так. И еще. Вот здесь я выделил букву ФЕЙ, которая, в общем-то, не играет никакой роли. Это не более чем знак припинания, это не знак традиции, что когда ТОРУ пишут на пергаменте в свитках, здесь это ПАРШЕН называется ПТУХА. Здесь надо оставить определенное место до начала следующего текста. Делается определенный пропуск, именно определенный. Бывает, здесь еще стоит буква САМЭХ, что означает СТУМА. ПТУХА от слова ПАТАХ – открытый. СТУМА – САТУМА. Я показал вам это к тому, что если вы будете пользоваться текстом, ну, например, вот с этого сайта, который я вам давал, чтобы вы не удивлялись, что стоят вот такие пометки, как, например, вот буква ПАПИ в таких фигурных скобках. Так. Теперь очень интересный факт. Мы с вами проходили, например, букву КАФ. Буква КАФ имеет две разновидности КАФ и ХАФ в зависимости от Дагеша, да? И имеет она СОФИТ. Поэтому я вам показывал, что есть КАФ и ХАФ, есть КАФ-СОФИТ и ХАФ-СОФИТ. КАФ-СОФИТ в Торе иногда встречается, довольно редко. В современном ИВРИТЕ мы вполне обходимся без него. А вот что касается буквы ПЭЙ и ФЭЙ, да? Мы имеем две формы ПЭЙ и ФЭЙ, и мы имеем СОФИТ. Так вот, скажу я вам, что СОФИТ всегда ФЭЙ-СОФИТ. НИКОГДА слово не заканчивается на звук ПЭП в ИВРИТЕ, в собственной ИВРИТЕ. То есть, если в конце слова идет вот такая форма, это всегда ФЭЙ-СОФИТ, который звучит как ФЭЙ. А что же делать со словами ЗАИМСТВОВАННЫМИ, такими как, например, ДжИП? Мы пишем в них не ФЭЙ-СОФИТ, а просто ПЭЙ. Так? Слово ДжИП на конце пишется вот такая форма, а не СОФИТная. Так, мы две буквы, буква РЭЙ имеет всего одну форму, буква ПЭЙ имеет три формы, ПЭЙ, ФЭЙ и ФЭЙ-СОФИТ. Так, я не поставил, но, очевидно, после занятий сразу поставлю в нашу группу Телеграм вот этот файл. И, ну, думаю, что просто вот фразу, которую я вам сейчас показывал, вот отсюда, дворим хэт на хэт, тоже. А теперь мы переходим к интересной теме в группе БЭТ. Я здесь тоже изменил своему обыкновению и дал вам текст не из начала недельной главы, а ближе к концу. Этот текст Парашат Аман. Ман, да, это то, что по-русски называется манной невестной, да. Вот здесь рассказывается о том, как Всевышний дал евреям ман, которым они питались в течение 40 пустынных лет. Я выделил в этом тексте вот такие формы. Инфинитив, да, как пример, например, леймор, говоря, если точно, то, чтобы говорить, для того, чтобы говорить. То есть это инфинитив с оттенком цели, да. Императив, что такое императив? Это повелительное наклонение. Дабер – это значит говори, да. Сейчас мы увидим и другие варианты. И, наконец, будущее время. Будущее время, да, в Торе встречается достаточно часто. Это почему? Потому что основной формой прошедшего времени, а ведь любой рассказ, как правило, включает в себя повествование о прошедшем, поэтому он использует прошедшее время. Так вот, в Танахе «О чаще всего прошедшее время» образовано во переворачивающем и формы будущего времени. Мы говорили с вами, что если глагол стоит в будущем времени и перед ним «ВАВ», то значение его – это прошедшее время, и, соответственно, наоборот. Сейчас мы с вами рассмотрим несколько интересных вариантов. Итак. У вокер уритем эт квот ашем бэ шам о. Вот, начнем с этого. Что такое? Где здесь корень? Здесь корень «шин мем айн» – слышать, да? Скажите мне, я выделил это слово как инфинитив, да? Мы привыкли с вами, что инфинитив образуется префиксом «ле». Например, «лишмоа» – слушать, да? Но на самом деле есть четыре формы такого неабсолютного инфинитива. Так он называется, да? «лишмоа» – «лишмоа» мы переводим инфинитивом, «бишмоа» – или сейчас мы увидим, как образуется вот конкретно это слово, да? «Бишмоа» – это «при том, что слушает», да? «Кишмоа» – это «бишмоа» – это скорее «выслушав». «Кишмоа» – это «слушая», то есть эти две формы мы очень точно переводим деепричастием. Депричастием совершенным и несовершенным, то есть как бы прошедшего времени и настоящего времени, да? И, наконец, есть форма «мишмоа», которую мы можем перевести как «чем слушать», например. «Лучше увидеть, чем услышать». Эти формы очень часто используются с дополнительным местоименным субфиксом. Например, не «бишмоа» – «слушая», а «бешамо» – «при том, что слушал он», то есть «когда он слушал». Вот что означает это слово. Еще один пример – «бетет». Здесь корень вы можете не узнать. Корень здесь «натан», да? Но первое «нун» стало последним «тавом». Второе «тав» – это и есть вторая корневая буква, да? А третья корневая буква «нун» просто выпала, да? «Бетет» – это «при», «том, что давал», так? «При давании», то есть «давая». И сказал Моисей, когда давать будет Всевышний вам вечером мясо, «леэхоль» – это обыкновенная, привычная нам уже форма инфинитива. «Кушать», да? Точнее, «чтобы кушать», для того, чтобы кушать, да? «Велехем бобокер» – и «хлеб утром». «Лис боа» – «чтобы насытиться». Здесь корень. «Син бет айн» – что значит «насыщаться». «Совеа» – «би шмуа» – это «услышав». Ну, тут трудно провести четкую границу между двумя видами депричастия, да? То есть «услышав» или «слушая», можно перевести «и так, и сяк». Небольшой ошибки не будет, да? «Би шмуа» – это «при том, что слушает», да? Но не указано, кто слушает. А вот «амрея» – «бе шамо» – это «при том, когда он слушал», да? Вот вам интересная грамматика относительно четырех форм неабсолютного инфинитива, из которых нам наиболее близок и известен вариант с буквой, с префиксом «ле». То есть, например, «ле-эхоль» – это «чтобы кушать», «бе-эхоль» – это «кушая», «ке-эхоль» – это «скушав», и «ме-эхоль» – это «чем кушать». Здесь мы видим инфинитивы с «бет», с «ламедом». Ну, посмотрим, что есть еще. Теперь. «Пайомер муше эль Аарон». И сказал Моисей Аарону. «Эммор» – слово «эммор» – это «повелительное наклонение». «Говори». Так. Какой здесь корень? Корень, конечно, «алеф мемрэш». «Аммар» – это «он сказал», а «эммор» – это «говори». В императиве у нас есть четыре формы. Четыре формы. При обращении к мужчине в единственном числе, при обращении к женщине в единственном числе, при обращении к нескольким мужчинам или мужчинам и женщинам, и при обращении исключительно к женской аудитории. Ну, возьмем простой пример. Например, «котев», «котов». Как мы скажем мужчине «пиши», мы скажем ему «ктов». Как мы образуем эту форму? Мы берем привычную нам форму инфинитива «лихтов» и отрубаем у нее вначале «ли». Получается «ктов». «Ктов» – это «пиши». Как мы скажем «пиши» женщине, мы скажем ей «китви». Как мы скажем «пишите» мужчинам и женщинам вместе, мы скажем им «китву». Есть форма, которая практически не используется сейчас. Это в женском роде во множественном числе. Если мы хотим сказать женщинам, пишите форму для этого «ктовна». Ну, на моей памяти, как говорят члены КНЕСЭТа, адвокаты и директора женских религиозных школ. Почему женских? Потому что именно им приходится обращаться к женскому коллективу, как ученическому, так и педагогическому. Так, но еще раз напоминаю вам, что императив, все четыре формы образуются из вот этой, то есть «пиши» при обращении к одному мужчине. И эта форма, в общем-то, совпадает с формой инфинитива без «л». Вместо «л» может быть, как мы выяснили, «б» или «к» или «м», да? А дальше идет, собственно, форма императива. Так. И более того, от той же самой формы, то есть инфинитива с отрезанным префиксом, образуется будущее время. Да, и сейчас мы с вами увидим много примеров. Итак, «эмор» – это «скажи», это «пааль». «Кирву» – здесь корень «куф, рейч, бет» – приближаться к «кирву», приблизьтесь. «Лиф на ешем», приблизьтесь к «боку». Так. Здесь «ва-йиф-ну», «понне» – обращаться, повернуться. Это будущее время, да, но «ва» переворачивает его в прошедшее. «Йиф-ну» – это «они» повернуться, а «ва-йиф-ну» – это «они» повернулись. Так. Опа. Вот это я запрасно выделил. Это ошибка. Здесь выделение надо снять. Почему оно у меня так получилось? Я, честно говоря, не знаю. Так. «Ва-йи-да-бер». «Йи-да-бер» – он будет говорить. «Ва-йи-да-бер» – это он сказал, да? А это уже «пиньян» – «пи-эль». Скажите мне «императив». «Императив» – повелительное наконение будет «да-бер». Потому что «инфинитив» – неопределенная форма будет «ле-да-бер». «Ле-да-бер», «и-да-бер» и «да-бер». Это что? Это, соответственно, инфинитив, будущее время и повелительное наклонение. Снова слово «лей-мор». Оно немножечко нетипичное, да? Поэтому давайте лучше будем разбирать не его, а вот «да-бер» – «императив». Сравните. «Ва-йи-да-бер» и «да-бер» и «да-бер». Дальше. «То-хлу» – корень здесь «алеф-хаф-ламет» – «кушайте». «То-хлу» – это «вы будете кушать», это «будущее время». «Тис-бе-у» – «и насытитесь», корень «син-бет-а-ин». Тоже «будущее время». «Будущее время» мы определяем по префиксу. Префикс «тав» – это префикс «тав» и суффикс «вав» на конце. Это обращение во множественном числе. «То-хлу» – «вы будете кушать», «ти-с-бе-у» – «вы будете насыщаться». Так, дальше. «Ви-да-тэм» – корень «юд» – «далет-а-ин». «Ёд-е-а» – это «знать». «Ви-да-тэм» – это «вы будете знать». Точнее, «и-да-тэм» – это «вы будете знать», а «ви-да-тэм» – это «и узнали». Так, «ви-да-тэм». Ну, на самом деле, здесь «вовне переворачивающий». Иногда такое бывает, потому что по смыслу, конечно же, здесь тоже будет будущее время. «Ва-и-и» – слово, которым мы сейчас не пользуемся, но в Торе оно встречается достаточно часто. Что такое «и-и» – «и-и-е» – «будет», а «ва-и-и» – это «и-был». «Ва-та-аль» – корень здесь «а-ин-ла-мэ-эй» – «подниматься». «Та-аль» – «он поднимет». «Та-аль» – «минуточку». Так, это, очевидно, женский род. Да, это женский род. «Та-аль». «Ва-в» переворачивает в прошедшее время, да, получается, и поднялась. О чем это говорится? «Слав» – словом «слав» называется «перепела». Почему-то вот «слав» – это и один перепел, и это и во множественном числе. И, очевидно, это женский род, потому что здесь префикс «т» – «ва-та-аль». «Ва-те-хас» – «ла-хасот» – от слова, от корня «хав» самых «эй» – «покрывать». Отсюда «михсе» – «крышка» или «махасе» – «покрытие». Так, снова слово «вата-аль». Теперь посмотрим вот здесь. «Ти-каху» – «ти-каху» – от слова «ках», «ла-кахат». Первое «ламет», первое «корневое» выпадает. «Ти-каху» – это «вы возьмете». Так, здесь такой нетипичный корень. Как, скажите мне, инфинитив, вот взять «ла-кахат». Там буква «ламет» – «выпавшее» заменяется «тав» на конце. Императив будет «ках», «ках», «кахи», «каху» и «кахна». Так, и какая нам форма еще нужна? Будущее время. «А-ни-э-ках», «А-та-ти-ках», «А-т-ти-ки», «Гу-и-ках», «Ги-ти-ках», «А-на-хну-ни-ках», «Гем-и-ем-ти-к-ху». Извините, «А-т-т-ти-к-ху», «Гем-и-ем-и-к-ху». Вот так. «Ва-я-асу» – «Юд» – это будущее время, которое этим «ва-вам» переворачивается в прошедшее. Корень здесь «А-ин-син-эй». «Ва-я-асу» – «Изделали». «Ва-я-асу» – «Кен» – «Изделали», «Тад-бне-Исраэль». «Ва-ил-кету» – «Ва-ил-кету» – «Ва-ил-кету» – «Ва-ил-кету». Здесь корень, который нечасто. Мы используем «Ламет-куфтет» – «Означает собирать лекет». «Ликутим» – «Ликутей» – «Это сборники». «Сборники, например, речей» или «Сборники каких-то высказываний». «Ва-ил-кету» – «И собирали» – «Га-мар-бе» и «Гамам-амид». «Ва-я-моду» – «Ми-да». «Ми-да» – «Ми-да» – «Это размер, количество». «Ма-ми-да-шел-ха» – «Какой у тебя размер, допустим, одежды». «Ва-я-мо-ду» – «Измеряли». Ну, скажем, мерная лента называется сэрет мэддида. Так, дальше. Ва йотиру от слова йотер. В данном случае означает это слово и оставили. Ва йотиру анашимми мену адбокер. И оставили от него, то есть атмана. Люди от него до утра. И что же произошло? Ва йо рум. И он... Ну, я думаю, что здесь от корня рам. Рам – это высокий, да? Он поднялся. Ну, в чем смысл? Очевидно. Воскишел толаим. Что такое толаим? Это червячки, да? И поднялись в нем червяки. Ва йива аш. И стал смрадным. Ва йикцов. Алигем муше. Йикцов. Корень куф цати фей. Рассердился. Как ни странно, отсюда слово кацефет. Сметана. Так. Ва йикцов. Йикцов – это будущее время. Ва вонтен на прошедшее. Алигем муше. Ва йил киту. Опять же, вот оно, как здесь. И собирали отто вабокер вабокер по утрам и так далее. Так. Ну, давайте посмотрим еще здесь. Эт ашер. Те о фу. То, что вы будете ла афот, испекать. А фу. Что такое а фу? Это императив. Я пеките. Я обозначаю императив. Я выделяю его зеленым. Ну, давайте здесь поставим. Так. Сейчас, минуточку. Чуть-чуть застрял. Так. Сейчас я поставлю. Раз уж на то пошло. Так. Те о фу – это будущее время. А а фу – это императив. Посмотрите, формы очень похожи. Э фу – да. Ве эт ашер тевашлу левашель. Готовить еду. Тевашлу – то, что вы будете варить. Башлу. Так. Это будущее время. А это императив. Ве эт коль а одев и аниху. Оставьте. Ле аниях – это оставлять, откладывать. Так. Ва я ниху. И отложили. Так. Это будущее время для передачи прошедшего. Так. Так. Ихлу гу. Кушайте его. Ихлу. Если бы здесь не было вот этого гу, было бы просто кушайте. А гу означает его. Кушайте его. Ихлу гу. Из-за этого здесь вместо вау стоят вот такие три точки. Это кубуц. Погласовка тоже для у. Тимца угу. Найдете. Будете искать его. Тимца. Тимаце будет найден. Тимцу. Вы найдете. Тимца. 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 Будете собирать его. Будущее время. Игее. Очень простое. Будущее время. Лил код. Это инфинитив. Да. Инфинитив образован префиксом ле. А корень здесь ламет, куф, тет. Так. Рау. Рау. Это императив. Видите. Смотрите. Шву. Сидите. То есть покойтесь. Зашебет. Аль. Е. Ц. Не выйдет. Здесь. Будущее время. Образовано префиксом е. А первая корневая тоже ю. Да. Она выпала. Ее здесь не видно. Так. Ва. Ишбету. И будут покоиться. Множественное число образуется вот этим суффиксом вав. И префиксом ю. Да. Но вав переворачивает будущее время в прошедшее. Ва. Икры. И. Назвали. Икры. У. Будут называть. Ва. Икры. У. Назвали. Ир. У. Это просто будущее время. Чтобы увидели. Чтобы они увидят. Ир. У. Рейш. Алиф. И буква гей. Которая выпала. И. Будущее время. С помощью ю. Да. Б. Го. Ци. И. Это. Тоже. Инфинитив. Который образован не префиксом ламет. А префиксом б. Так. И. И. Имеет. Он. Местоименный. Дополнительный суффикс. И. Это. Я. Что такое. Ё. Ц. Выход. Гой. Ци. Это. Вывод. Да. Когда. Что-то откуда-то вынимают. Да. Го. Ци. При извлечении. Моем. То есть. Когда. Я. Извлекал. Когда. Я. Выводил. Кто. Кто это говорит. Конечно же. Всевышний. Б. Го. Ци. Этхэм. Мээрит. Смитсраим. Когда. Выводил. Я. Этхэм. Вас. Из. Земли. Кипецкой. Мы. Рассмотрели. С вами. Формы. Весьма. Похожие. Форма. Инфинитива. Форма. Императива. И. Форма. Будущего. Времени. Так. Еще раз. С праздником. Тубишват. Кушайте плоды. Наслаждайтесь их вкусом и ароматом и пользой. И. Желаю вам цвести и давать плоды, как деревья святой земли Израиля. Спасибо. До новых встреч. Вопросы? Так. Пока вопросов не поступило. Ну. До новых встреч. Через неделю. Всего доброго. Натан. Да. Всем счастливо. До свидания. Как самое. Как самое.